Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос. Не знаю, как дошла до того, что чувствую себя изгоем. Мне 27 лет, не могу понять, что мне нравится. Когда спрашивают, какое у тебя хобби, в ответ я терял. Раньше мне нравилось рисовать и помогать людям. Мне вообще сложно объяснить собственные чувства, но теперь даже помогать людям не хочется из-за их агрессии. Работаю фармацептом. На работе бывают сложности из-за того, что я не знаю препаратов. Не говоря уже о том, что не знаю, как правильно пишется. Отсюда у меня сильно упало самооценки, из-за этого чувствую себя изгоем. После окончания университета 3 года стажировалась по своей профессии. Но до данного момента даже не рассматриваю эту профессию. Перегорело. Понимаю, что мне нравится работать только с документами и меньше контактировать с людьми. Но это как-то неправильно. Почему? Друзей нет, все общаются из жалости. После смерти матери все как будто показали свою истинную натуру. Я так привыкла к одиночеству, которое на данный момент меня раздражает, что не знаю, как отсюда выйти. Порой хочется уехать из родного города, но потом задаюсь вопросом, что меня ждет в другом городе. Хочется перемен, но что-то останавливает. Порой задумываюсь уйти с работы, но другой запасной вариант, как говорится, нет. Да и отец начнет критиковать, что мы ленивые и не хотим работать. Это говорит человек, который ничего не хочет менять в своей жизни. В том числе вопрос капитального ремонта. Он хорошо помогает другим, но что касается себя всегда складывает. Единственное, мы с братом встали опорой друг к другу. Иногда понимают, что нужно выговариваться, но не знаю как. Самое смешное, что вопрос касается других. Мне легко не помогать, но для себя сложно. Порой кажется, что не хватает поддержки и опоры. Запуталась, спасибо и просите за командак текста. Ну, на самом деле говорить спасибо не за что, потому что я бы хотел, чтобы вы сформулировали свой запрос для начала. И постарались бы сформулировать то, чего вы хотите от психолога. Вот. Это первое. Второй момент. Мне кажется, что у вас очень сильно есть непринятие себя. Да. Да. Вот. И я думаю, что у вас есть страша перед будущим и так далее. Вот. Но. Вы себе не доверяете. Вот. Понимаете, да? То есть вы как раз таки привыкли себя не замечать. А еще вы привыкли, как мне кажется, ставить других людей на первое место. И об этом себя все время обделают. Вот. Мне кажется, что вы боитесь с людьми сближаться и мне кажется, что вам вы представляете какое-то неправильное. Вот смотрите, мне 27 лет пишите вы, я не могу всегда понять, что мне нравится. Так а не надо понимать, я тут чувствовать нужно. В первую очередь, ответьте на вопрос, что вам не нравится. Когда спрашивают, какого у тебя хобби, в ответ я теряюсь. Скорее, вы испытываете стыд от того, что не можете ответить правильно. Раньше мне нравилось рисовать, помогать людям. А сейчас. Мне сложно объяснить собственные чувства. Ну что ж, нужно учиться. Теперь. Мне даже помогать людям не хочется из-за их агрессии. Я думаю, что агрессия как-то на вас влияет. Влияет негативно. Работаю с фармацевтом, на работе бывает сложно. А как вы оказались на такой работе, если не знаете препарации, и знаете, как они правильно пишутся? Вот. Как получилось так, чтобы вы на этой работе оказались? Я уж молчу о том, что раз вы не приготовлены, как можно от себя требовать быть таковой? Отсюда у меня сильно упало самоценкой, и из-за этого я чувствую себя изгон. То есть из-за того, что вы работаете на месте, к которому не приготовлены. Тут про требования к себе, причем довольно серьезные. После окончания университета, три года сочаровалась по своей профессии, но на данный момент не рассматриваю эту профессию, перегорел. Хотелось бы об этом поподробнее, что вы имеете ввиду. разочаровали, или что-то другое увидели для себя. Понимаю, что мне нравится только работать с документами, меньше контактировать с людьми. Ну, я думаю, что это связано с тем, в том числе, если вы боитесь оценки. Это неправильно. Ну, тут я уже комментировал, да, спросил почему. Друзей нет. Из-за чего? Из-за того, что нет общего. Вот. Понимаете, да? То есть, эм, ну, страх оценки. Другие люди могут меня оценить, поэтому я стараюсь от них держаться. Подальше. Дальше. Эм, так, все общаются с жал. Ну, кто все, вы обобщаете, обобщение, это, вообще-то, когнитивная ошибка. Я привыкла к одиночеству, которое на данный момент меня раздражало. Ну, вас раздражает то, что вы не принимаете себя. А, так, не знаю, как выйти, ну, учиться приняться. Порой хочется уехать из родного города, но потом задаюсь вопросом, а что меня ждет в другом городе. И, правильно, от себя не убежит. Хочется переменно что-то останавливать. Страх. Останавливает страх и недоверие. Далее. Сложности с отцом. Обиды на него у вас. Тут боль с коррекцием. Вот. Значит, вы пишите, что понимаете, что нужно выговаривать. Не знаю как. Психолог может вас этому научить. Самое смешное, что вопрос касается других людей. Им легко помогать для себя сложно. Ну, потому что. Себя всегда, в принципе, сложно узнавать. Порой кажется, что не хватает поддержки и опоры. А вот поддержки и опоры в чем вам не хватает. Вот. Конкретно. Все в чем. Это очень важный момент. На этом все. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Я помещу.